эй друзья привет меня зовут кирилл я хотел рассказать немножко свою историю маленькую историю как я стал агрономом и как я дальше пошел я на самом деле не думал быть агрономом потому что никто вокруг меня не хотел быть агрономом я поступил случайно на факультет агротехнологический также вокруг меня учились люди которые о сельском хозяйстве как бы отзывались нелестно всем получить диплом я тоже так думал но мне нужно было проходить практику уже на четвертом курсе и я нашел себе место я вообще не понимал что можно просто поставить печать и не пройти практику потому что я был настолько забиты наверное человеком неуверенным и в то же время я это мне очень сильно помогло я потом пришел в эту фирму стал работать увидел что-то что-то понял мне уже казалось что после моей какой-то небольшой практике работы с людьми я уже по на самом деле тогда я ничего не знал и не знал после двух и трех и даже сейчас я как бы не всегда говорю что мне все известно ничего не известно потому что каждый день ты чему-то учишься каждый день ты что-то находишь каждый день ты выявляешь какие-то свои ошибки ошибки производственные ты открываешь для себя какие-то материалы с ними работаешь и видишь куда можно идти дальше потому что это происходит каждый день это и в управлении производством и в самих агротехнологиях ты каждый год что-то казать что делай вот это и ты получишь это очень сложно но самое важное самое важное я как я понял это ничего не бояться не бояться экспериментировать не бояться того что у тебя старая техника или то что потому что и со старой техникой можно и с меньшим количеством техники можно получать хорошие результаты главное здесь начать думать что-то ты можешь даже изобрести это можно сказать твое преимущество потому что тяжелые условия рожда отличные результаты отличные идеи потому что если ты начинаешь тяжелых результатов ты в итоге знаешь куда идти дальше если у тебя все отлично начинаешь закисать консервироваться и и и не расти не личностно не производственное вообще никак потому что у тебя все есть и может быть даже не иметь какую-то финансовую эффективность поэтому здесь нужно начинать маленькими шажками продвигаться вперед не бояться вкладываться потому что иногда ты боишься боишься вложить во что-то в какой-то проект какой-то рост и в итоге проигрываешь потому что ты в этом сегодня не полней не вложил в это деньги или свои силы завтра послезавтра и в итоге время то идет уходит да ты можешь потом скачком что-то наверстать но ты же не знаешь когда этот скачок будет когда ты об этом узнаешь поэтому здесь нужно всегда вкладываться умственно себя вкладывать прежде всего конечно не читать нужно искать что-то нужно общаться я кстати за общение за то чтобы делиться информацией кто-то скажет что некоторые люди часто встречаю люди которые имеют свои секреты я тоже так сначала думал да вот у меня есть там парочку секретов которые бы я не хотел раскрывать но сейчас я так уже не думаю то есть я готов рассказать все что я знаю и идти дальше я не хочу себя останавливать тем что я не хочу кому-то говорить и мне кажется что об этом никто не знает все все узнает в итоге все равно а ты со своими секретами просто останешься дальше жить не зная об этом а когда ты узнаешь что все все знают ты будешь очень сильно разочарован поэтому нужно двигаться вперед не надо ничего скрывать я вообще не знаю что можно скрыть какую-то информацию поэтому когда ты разговариваешь общаешься ты идешь дальше ты что-то находишь ты находишь людей могут даже быть не агрономами которые могут могут не не знать всех тонкостей но они могут тебе дать дельный совет они могут тебя направить какое-то русло и у меня таких случаев очень много очень много это просто звонок ты созвонился с человеком ты не поленился с ним поговорить и у тебя преимущество преимущество в знаниях ты начинаешь копаться искать и находить ты грешеврика я теперь понял как это работает и таких случаев у меня очень много они 10 сотни почти каждый день что-то новое открывается это вот такой один момент момент того что не нужно ничего бояться не нужно бояться идти вперед не нужно шагать к большими шагами потому что можно очень сильно упасть повредить себе что-нибудь можно маленькими шажками те к тому чему вы хотите идти и ничего нет ничего невозможного если вы ставите для себя цель получать более высокий урожай эта цель осуществим можете даже поставить сколько вы хотите и вы этого добьетесь если будете к этому идти стремиться конечно же поэтому нет ничего невозможного это такой вот момент момент ну а внутренним состоянием так всем удачи